В память о каждом солдате, пропавшем без вести в году Великой войны. 3 декабря в России отметили День неизвестного солдата. В каждом городе России и стран СНГ у военных мемориалов прошли митинги, объединившие родственников погибших, ветеранов, представителей органов власти и общественных организаций. В Наринмаре митинг традиционно прошел у обелиска Победы. Для Валентины Шпановой День неизвестного солдата семейно значим. Война забрала на фронт двоих братьев Федора и Владимира Сидоровых. Их призвали из деревни Бугаева, республики Коми в 1941 году. Старший Федя, а второй Володя. Володя пришел с фронта, а вот старший погиб и без вести. Так и написали, без вести погиб. Мы не знаем. Я говорю, он попал на финскую, а там, где уже, куда его отправили, мы не знаем. Никаких документов не сохранилось, ничего нет. А в каком году даже неизвестно? Ну, это в 1941, наверное, сразу или в 1942, может, неизвестно даже. Я уже сначала надеялась, а теперь уже я потеряла всякую надежду. Думаю, не знаю, навряд ли. Пока и убру, но я так и не дождусь. Надежды, потерявших на войне родных и близких, таких как Валентина Александровна, сбываются благодаря неуёмным стараниям поисковиков. В Ненецком округе восстановлением имён и памяти неизвестных солдат занимаются Патриотический клуб поиск в посёлке Красное, региональное отделение поискового движения России и известный краевед Вера Буркова. По мнению ветерана Великой Отечественной войны Василия Самойлова, именно эти люди не дают современному поколению забыть имена бойцов. Ведь, если подумать, каждый пятнадцатый солдат округа остался неизвестным. И я отдаю должное Вере Бурковой за то, что она открывает эту страницу, за то, что она борется за то, чтобы мы помнили тех, кто не пришёл на родную землю, и кто не тех, кого даже не знают, где похоронить. Согласно данным Книги памяти Ненецкого округа, в ряды Красной армии были мобилизованы 9383 человека плюс сотни добровольцев. Они воевали на Северном и Балтийском флотах, Карельском, Волховском и Ленинградском фронтах. Дожила до победы и возвратилась на родину только треть всех солдат и офицеров. Из погибших не все были найдены. Именно им посвятила свою поисковую работу Вера Семёновна. Благодаря её усердию практически восстановлены имена погибших земляков андикчан. Сегодня они заняли своё почётное место на обелиске победы в Андиге. Каждый год краевед отправляется к братским могилам Ленинградской, Мурманской, Псковской и Смоленской областей, где воевали жители округа, активно сотрудничает с военкоматами. Словом, делает всё возможное, чтобы воскресить имена героев Великой войны. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.